Заполярные школьники лучшие по конструированию роботов и умных домов. Команды из Мурманск, Мочегорска и Кандалакши вернулись из Краснодара, где состоялись престижные соревнования по ранней профориентации Junior Skills. Домой начинающие инженеры, программисты привезли золотые и бронзовые медали. Одна из участниц Junior Skills, семиклассница Даша Воронская, говорит, ровесники не понимают, чем она занимается. Объясняет, что создает социальные сети для вещей. Свои 13 девочка пишет компьютерные коды и строит уменьшенные копии умных домов. Напарница Даша Юлия Ромахова и вовсе учится в четвертом классе, а в ее голове мысли, как сделать беспилотный летательный аппарат, доставляющий пиццу. Все свои необходимые вещи, допустим, как поливать садовые растения, ты можешь приложить это на систему, но все будет делать само, удалиться возможности человеческого фактора, который тоже иногда негативно влияет. И появится больше времени на что-то более важное человеку, нежели на домашние дела. На детских соревнованиях по профориентации Junior Skills в рамках известного конкурса WorldSkills Russia проект «Умного дома девчонок», придуманный за три дня, получил золото. Другие команды из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши также вернулись с наградами. Команды вообще были сильными. Сначала мы шли вровень в первые два дня, но в последний третий день, наверное, больше помог нам занять первое место – это наш mashup, это сайт. Мы сделали такое, как сайт, и с него можно будет управлять, то есть, например, включить датчик какой-то или нет. Максим Багаев и Андрей Пономарев представляли Мурманск в старшей возрастной группе. Они уже опытные инженеры, за их плечами Олимпиада по робототехнике в Пекине. Для краснодарского конкурса школьники сконструировали робота, который может существенно упростить жизнь сотрудникам торговых складов. Просто, на самом деле, с самого детства мы увлекаемся такими инженерно-компьютерными компетенциями, можно сказать так. Я сам занимаюсь уже этим шесть лет, но именно роботами, не Junior Skills. И просто со временем нужно как-то улучшаться, как-то расти в этом деле. И поэтому постепенно мы переходим к более сложным и уважаемым заданиям. Педагоги Центра творчества в Апланде и сами отличились на соревнованиях. Александр Федулеев стал вторым в регионе экспертом в компетенции интернет-вещей. Теперь он может судить аналогичные конкурсы. Если в этом году мы спрашивали у детей, что такое интернет-вещей, и большинство из них отвечало, что мы не знаем, что это такое, и это как что-то из области фантастики, то я думаю, что пройдет еще года три-четыре, об этом будут знать все. Но к тому времени мы уже успеем подготовить детей, которые будут понимать и смогут работать в этой профессии. Однако подопечные в Апланде не спешат связывать будущее с разработкой умных домов и роботов. Несмотря на перспективы, в мурманских вузах таких направлений пока просто нет.